Киев планирует пересмотреть и сократить до минимально возможного уровня договорную базу с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Примечательно, что после прихода к власти Владимира Зеленского, Москва перестала получать уведомления о расторжении двусторонних соглашений, но теперь все возвращается на круги своя. Президент Украины в стиле своей парадоксальной политики сознательно сжигает последние мосты с Россией параллельно обещанием нормализовать отношения с ней же. До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться, рассказал в интервью Василий Боднар. По словам чиновника, идти на радикальные шаги Киев не собирается, чтобы не навредить украинцам в России. Аннулирование сразу всех договоров будет означать, что незалежное лишается механизмов защиты своих граждан на территории соседней страны. Поэтому ревизия договорной базы должна проводиться вдумчиво и скрупулезно. Часть соглашений носит двусторонний характер. Некоторые заключены по линии Содружества независимых государств СНГ. Мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые позволили бы сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины, отмечает Боднар. Команда Петра Порошенко аплодирует этому стоя. Особенно бывший министр иностранных дел Павел Климкин, который лично курировал вопросы разрыва российско-украинских договоров. То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана, это абсолютный факт, — говорил экс-глава МИД в сентябре 2018 года. Через два месяца произошел инцидент в Керченском проливе, и Климкин пригрозил Москве дальнейшим ухудшением отношений. Мы за последнее время убили 48 международных соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения убиваем, не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро, около 40 соглашений. О каких соглашениях шла речь, министр не пояснил. Со временем ясности больше не стало. В информационном поле активно обсуждался только один случай. Денонсация подписанного в 1997 году договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. На характере двусторонних отношений это никак не отразилось. Да и не могло отразиться. Упомянутое соглашение носило чисто символический характер. Ни одна из его статей не накладывала на Киев и Москву конкретные юридические обязательства. Куда меньше СМИ освещали разрыв договора между правительством Российской Федерации и правительством Украины об обмене правовой информацией. На этом список Климкина исчерпан, хотя в нем должен был оказаться еще как минимум один документ, договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Претензии к нему появились еще до ноября 2018 года. Тот же Климкин говорил, что соглашение по Азову обязательно будет расторгнуто. Это всего лишь вопрос времени. Казалось бы, после инцидента в Керченском проливе время настало. Но дальше разговоров дело не пошло. Вероятно, потому что разрыв этого договора имел бы реальные правовые и экономические последствия. Отказавшись от принципов свободного судоходства в Азовском море, Украина фактически заперла бы себя в крохотной прибрежной зоне. Выйти из своей акватории можно будет только в зону подконтрольную России. А в Черное море можно попасть и вовсе лишь через наш же Керченский пролив, по правилам, которые установят после разрыва договоров Москва, пояснял капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Неудивительно, что Киев предпочел забыть о планах по денонсации соглашения. А после прихода к власти Владимира Зеленского, перманентный процесс пересмотра российско-украинской договорной базы вообще приостановился. Об этом со ссылкой на свои источники в МИД РФ и других гоструктурах, заявил коммерсант, Москва перестала получать уведомления о расторжении двусторонних соглашений. По мнению издания, команде нового украинского президента могло быть просто не до этого. Хотя нельзя исключать, что Зеленский сознательно нажал на тормоза. В сентябре 2019 года, когда появилось сообщение коммерсанта, как раз активно шла подготовка к проведению встречи лидеров в нормандской четверке. Сегодня президент Украины продолжает охотиться на Путина. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем. Интересна активизация работы по разрыву договоров с Москвой, это тоже часть усилий, направленных на разрешение конфликта в Донбассе. Прямой связи здесь нет, но очевидно, что деятельность украинского МИД не создает благоприятного фона для нормализации двусторонних отношений. В контексте событий последних лет слова Василия Боднара могут показаться логичными. Многие формально действующие договоры между Киевом и Москвой уже не имеют права применительной практики. Яркий тому пример – соглашение о прямых поставках российского газа на Украину, которое истекло в последний день 2019-го, хотя его условия не соблюдались с 2015-го года. Очевидно, неспроста замминистра упоминает также о договорной базе в рамках СНГ. Киев демонстративно строгируется от этой организации, хотя и не торопится выходить из нее. Сегодня уже трудно разобраться, является ли незалежная частью Содружества. Деятельность украинского МИД по ревизии соглашений с Москвой можно охарактеризовать как процесс чисто технического характера. Государство оптимизирует свою работу, избавляясь от документов, которые действуют только на бумаге. С другой стороны, в случае российско-украинской отепели многие из них снова могли бы стать актуальными. Сторонам не пришлось бы с нуля создавать правовую базу для сотрудничества. Она уже есть. Достаточно просто вернуться к выполнению своих обязательств. Зеленский по-прежнему декларирует цель поладить с Путиным. То есть, одну руку он протягивает президенту России, а другой рукой перечеркивает договоры с Москвой. Парадокс. Нет, все вполне логично. Последние действия и заявления Зе-команды свидетельствуют о том, что она окончательно поставила крест на выполнение минских соглашений. Просто не может заявить об этом открыто. Пока Петр Порошенко отбивается от уголовных преследований, коллективный Порошенко по-прежнему управляет страной. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев обязательно вернет себе территорию Крыма и людей. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет издание «Униан». Владимир Зеленский выступил с заявлением на встрече с крымско-татарскими активистами во время посещения юга государства. «Мы всех вернем, и Крым вернем, и людей вернем», – сказал украинский лидер. Политик не уточнил, каким именно образом его государство собирается вернуться себе полуостров. Но добавил, что украинский народ безумно верит в такой исход событий. Глава Украины в числе прочего пообещал, что рано или поздно поднимет крымско-татарский флаг на территории полуострова. Напомним, что Крым стал неотъемлемой частью России шесть лет назад по итогам соответствующего референдума после государственного переворота на Украине. Более 96,7% избирателей высказались за воссоединение полуострова селом территории Российской Федерации. Накануне Украинское министерство иностранных дел выступило с решительным протестом против проведения в Крыму парада победы без согласования с властями Киева. Представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что полуостров является частью России, и только российские власти вправе решать, какие мероприятия проводить на этой территории.